Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Константин Гринкен и мы хотели обсудить с вами последние события, которые произошли вчера, а сегодня только мы увидели с утра эти результаты этих событий. Но я в двух словах расскажу, что произошло. Значит, в Италии, может кто не знает, не слышал, за сутки Италия стала очагом китайского коронавируса. Не было, не было и вот как всегда, да? Нашли, нашли. То есть за 72 часа после первого инфицированного коронавируса было обнаружено 90 больных. Я так понимаю, что произошло следующее. Заболел человек и все считали, что это обычный вирус, грипп. И у него анализы взяли, ну, вроде как грипп. Через как бы несколько дней он приходит и говорит, совсем плохо уже, да? Что-то давайте делайте там. Ну, давай еще раз возьмем анализы. Опа, коронавирус. И это все произошло как бы совсем неожиданно. Стали реально делать анализы и нашли 90 больных в Ломбардии. Что такое Ломбардия? Это пригород Милана. 70 процентов ломбардцев ездят на работу в электричках в Милан. Понимаете? То есть ситуация резко обострилась. Да, ну, 70 процентов ездят на Ломбардии. Ну, это было бы другое совсем событие, я думаю. А то они на электричке едят. Ну, да. Видимо, это событие сильно расстроило инвесторов, и они нарисовали большую черную свечу на графике СНП. Соответственно, рубль не мог тоже с открытия не среагировать. Мы пробили там консолидацию верхней границы 64 500. Соответственно, у нас путь открыт теперь наверх. Ну, и по рынку произошла крупная распродажа по всему спектру бумаг. Вот как-то прокомпенсировать. Ну, и, соответственно, СНП 500 тоже очень сильное падение. Ну, как бы мы подошли вот к этой границы, да, по графику, это... Ну, давай, смотри, ты не показывай, да, то есть как бы ты киваешь на то, что произошла коррекция у нас по СНП 500. Да. Но даже при этом все мы видим график, на котором мы сейчас подходим к тому значению, когда только было сказано о этом самом коронавирусе, да, то есть как бы тихонечко скорректировались, потом пошли наверх, и мы с тобой тогда обсуждали, что впереди еще та коррекция, когда люди осознают. Ну, да, то есть получилось так, что кризис начался, а мы все росли и росли. Да. И, наконец-то, сейчас что-то осознание немножко сходили. И я, если честно, я не верю, что это можно привязать к Италии. Ну, вот, не верю я, да, то есть как бы, хотя, конечно, это уж совсем такая центральная Европа. Уже центрея не было. Да, это некуда, да. Вот. И при условии, что у нас такой город все-таки, ладно, там был какой-то маленький городок, который можно было изолировать, то... Милан, конечно, изолировали. Его даже сейчас изолировать, то уже люди разъехались. Кто куда. Ну, ладно, давайте как бы все-таки ближе к рынку. Да, ближе к рынку. И, смотрите, по поводу какой-то коррекции, хотел сказать, здоровой коррекции, да, всегда. Да. Ну, это уже получается больная коррекция. И на этом фоне я вижу, что даже S&P 500 все равно при всей своей вот этой вот первом движении, да, он все равно подошел только к этому уровню, где он был тогда, когда объявили в Китае о том, что они нашли. И, соответственно, что мы сейчас видим, началось то движение, вышли какие-то уже объемы абсолютно другие, чем тогда выходили. Да. И, соответственно, куда мы можем прийти? Я ближайшую цифру вижу в 3000. Это ближайшая цифра, даже не буду считать это коррекцией. Следующая цифра, там, 2700 и... Ну, это извини, это уже, там, процентов 15. Это коррекция. Ну, я понимаю, да. Ну, то есть это будет, как раз, все-таки, здоровая коррекция на вот это вот заболевание. Вот так вот я так расскажу. И то, что у нас там по рынку как-то отреагировал рубль куда-то, он там выскочил, кто-то куда-то хочет тоже там уйти, в доллар откупиться. Я к этому тоже отношусь спокойно. У нас есть сверху уровень 67, куда мы можем прийти, и, ну, дальше 70, ну, давайте до 67 хотя бы дойдем. Потому что это все-таки, когда какое-то движение идет одной свечой, она больше эмоциональная, мы эту тему уже обсуждали, да, то есть, как бы, соответственно, я вижу, что ГЭПы, хотя, будь я, ну, тем самым рулевым рынка, я, конечно, под эти все ГЭПы оставил бы людей, которые хотят их закрыть, и сходил, конечно, вниз. А потом эти ГЭПы закрыл бы через несколько лет. Ну, понятно. Ну, то есть, так больше денег. Ну, хорошо, вот, по твоему сценарию, я так понимаю, что паники никакой нет, все хорошо, все в рамках живой вот этой вот здоровой коррекции, да, и все-таки, вот, пробитие, скажем, вот этих 2 200, там, по S&P, ну, я просто, 3 200, да, почему это спрашивают, потому что это может сегодня произойти, вот, и с открытием рынка мы можем, да, нет, пожалуйста, то есть, как бы, хорошо, если мы отскочим, да, а если мы, пусть, пусть прыгает, и сироки, ракета поднимется. Я еще раз говорю, то есть, я здесь отношусь, вот, коррекция очень положительно, как бы ни было странно, да, то есть, как бы, мы ее там давно ждали, просто не было повода. Да, и я был, ну, как бы, в какой-то степени был удивлен, потому что мы тогда не отреагировали вообще никак, да, то есть, когда закрыли самую большую экономику, просто обнесли забором, да, и сказали, никто не вылетает, никто не прилетает. Мы с тобой обсудили тему, что скоро, там, в Германии пропадет Bosch, китайский, в Корее, в Корейский Samsung, в Америке американский Apple, да, то есть, они все пропадут, и в магазинах ничего не будет. Все как-то отнеслись тогда, ну, так мы с улыбкой эту тему проговорили, и в очередной раз, когда я, там, сейчас почитал какие-то новости, там, на той неделе, и говорится, что нет туалетной бумаги в Гонконге уже и в Сингапуре, это нормальная ситуация, почему? Ну, не выпускает туалетную бумагу в Гонконге и Сингапуре, и выпускает в Китае, из Китая они сами никого не пускают. Ну, соответственно, дальше уже, как по Жванецкому, да, ну, если все начнут вороты салфетки вытирать, где на всех салфетах найти? Ну, соответственно, да, мы столкнемся, и это только такая галочка маленькая, то есть, о том, что туалетная бумага, это, конечно же, это не шутка, на самом деле, да, то есть, как бы про это сказали, но уже очень многие предметы первой необходимости пропадают в соседних, ну, вот просто в странах, которые зависят, ну, там, на 90% от поставок из Китая. А, соответственно, не забываем, что и у нас точно так же, там, любое, там, или мы получаем сырье, или как бы готовую продукцию, как вот, даже, там, мои знакомые получают, в этот, крошку, с которой делают пластиковые стаканчики, я понимаю, что сейчас борьба, да? Ну, сырье, да, получается сырье, но мы же тоже понимаем, что к этому сырью нужно еще другое сырье. Это сырье они получили, а то сырье они не получили, и еще дальше от того, что у них отелевает, они не могут выпускать свою продукцию. То есть, все, тупик, и это будет цепная реакция, и вот тогда рынок на все это отреагирует. И поэтому в Милане, может быть, ну, сейчас я понимаю, что, да, это, как бы, там, небольшое несчастье, которое, и тут уже страх начинает такой, что мы сейчас, в принципе, и поехать, и полететь никуда не можем. Да, мы же отказываемся от поездок в Италию. Соответственно, какая-то уже тема, тема даже, говорю, там, коррекции рынка, она будет только потому, что на самом деле, вот, накопилось вот это вот большое безоткатное движение. И должен был быть повод. Не важно, то есть, как бы, какой будет повод, вот, пожалуйста, нашли повод, будем корректироваться. Отлично. То есть, я так понимаю, что это всего лишь повод для того, чтобы сделать настоящую коррекцию, хорошую. Посмотрим, да, только бы, я еще целевые уровни. На данный момент я вижу, что рынок не пробил какие-то значимые уровни. Да, пока он не пробил, но очень стоит на самых, на самых таких серьезных вот этих уровнях, и, может быть, сегодня, завтра мы увидим, конечно, пробитие, я думаю, закреплено. Ну, по крайней мере, точно совершенно сходим, попытка сходить ниже будет, это однозначно. А вот, а насколько у нас скачать сможет вот здесь. Ну, скорее всего, еще закрыть ГЭП будет точно. Ну, ГЭП можно и через год закрыть. Ну, мы обсудили, да, тему. Ну, ладно, вот такая вот у нас сегодня повестка дня, не очень-то, конечно, радужная. Ну, тем не менее, можно заработать и на шортах, и на падениях рынка. Так что, внимательно следим за рынком, не забываем ставить стопы. И ставьте лайки. Удачи! Спасибо, счастливо!